Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Военные потери». Лента основана на реальных событиях. Ветеран вьетнамской войны Макс Эриксон в троллейбусе обратил внимание на девушку азиатской внешности и мыслями вернулся в 1966 год, время, которое он предпочел бы забыть. Сержант Тони Мизёрф приказал двум рядовым установить мины на флангах. Хэтчер предположил, что прямо под ними находится один из тоннелей вьютконговцев. Зеленому бойцу показалось, что он увидел врага и открыл огонь по кустам. Из-за этого отряд засекли и по ним стали работать из минометов. Во время отступления Макс провалился под землю. Здесь действительно находился туннель, по которому шарились вьетнамцы. Рядовой зовет на помощь, но первым его услышал вражеский солдат и он уже ползет с ножом в зубах, чтобы прирезать американца. Наконец сержант увидел Макса, застрявшего в земле. Он успел его спасти в последний момент. Тут же пришлось отстреливаться от вьетнамца, засевшего на дереве. Сержант чудом успел заметить типа, который лез из ямы и прикончил его. Утром отряд вошел в небольшую деревеньку. Макс рассказывает, что он здесь только третью неделю. По мнению Брауни, уже на второй месяц плевать, что происходит вокруг и какую дичь ты творишь сам. Салага угостил детишек шоколадом. Они же подарили ему фрукт. Сержант дает совет ничего не есть из того, что дают местные. Паренек же оправдывается тем, что взял еду из вежливости. Это вызвало смех и возмущение у бывалых. Они сжигают их деревни. Что ж, вежливый Макс может им тогда сказать, ну извините. Военные пытаются выяснить, есть ли в деревне вьетконговцы, а то вокруг одни женщины и старики. Салага пошел осваивать местную огородную технику. Брауни посоветовал ему не чудить и держаться вместе с отрядом, если он хочет вернуться к жене и ребенку. Брауни рассуждал, что у них сержантам не за горами дембель, но тут по нему дали автоматную очередь. Обстрел ведется из кустов за рекой. В то же время сзади крестьянин кинул в американцев гранату, и Макс чудом попал по ней из подствольного гранатомета. Из-за ранения в шею Брауни теряет много крови. За бойцом сразу прилетел вертолет. Брауни – старый боевой товарищ сержанта, и тот сдерживает себя, чтобы не заплакать. Отряд вернулся на военную базу. Солдаты пьют пиво и расслабляются. Только сержант серьезен и напряжен. Он обрадовал подчиненных новостью, что уже завтра они отправятся на разведку. Капрал Кларк говорит, что ненавидит эту страну. Он хотел бы ее взорвать ко всем чертям. А салагам после смерти Брауни как-то и воевать перехотелось. Все равно они постоянно отступают. Вечером отряд хотел попасть в город, чтобы там развлечься и снять девочек в борделе. Но на блокпосте вояк развернули. Сегодня по какой-то причине в город им нельзя. Парни вернулись в барак и набухались. Сержант представил им рядового Диаса, который заменит Брауни. Завтра они выдвигаются на рассвете. Им нужно найти бункеры и туннели, которых нет на карте. А еще они выйдут на час раньше. Чтобы в деревне неподалеку найти себе девицу для развлечений и поднятия боевого духа. Макс не может поверить в то, что сержант действительно собирается похитить девушку. Тем более до дембеля всего месяц. Зачем ему так рисковать. Но еще до наступления рассвета мы видим, как отряд шарится по деревне, заглядывая в каждую хижину, где мирно спят местные жители. В одной из них они обнаружили двух сестер. Им обеим закрыли рты. Но сдавленные крики все равно разбудили всю деревню. Это действительно происходит всего в 10 метрах от Макса. Его ничего с этим поделать не может. Мало того, рядовых поставили у дома, чтобы они отгоняли остальных жителей. Судя по реакции, вояк только Макс в шоке от того, что он только что увидел. Из хижины вынесли одну из девушек. Ее мать хотела передать дочери платок, но у блюда Кларк затолкал его бедняжки в рот. «Извините», – произнес Макс хриплым голосом. Девушки связали руки и заставили идти вместе с отрядом. Макс подошел к сержанту, чтобы поговорить о похищенной, но тут же был отправлен в дозор к Хэтчеру. Отморозок задается вопросом, «А почему они раньше так не делали? Они могут быть как Чингисхан». На приваре Кларк стал приставать к пленнице. Диас признался Максу, что не хочет ее насиловать. Наш герой также попросил его не делать этого. Тут шум поднял Хэтчер. Ему показалось, что он увидел вьетконговца в кустах и открыл стрельбу. Но оказалось, что это был буйвол. Девушка закашляла, и сержант дал ей таблетку аспирина. Макс снова попросил сержанта объяснить, что они делают, что здесь вообще происходит. Макс просит не дурить ему голову. Она обычная крестьянка, которая спала в своем доме. Сержант надавил на Салагу. Мол, они все боевые товарищи. Она – подстилка вьетконговцев. А вот кто Макс, он уже и не знает. Рядовый Хэтчер заставил девушку нести свой рюкзак. Увидев это, Кларк заставил его нести свой. Пленнице приходится преодолевать огромное расстояние босиком. Отряд остановился у заброшенной хижины. Сержант решил устроить здесь командный пункт. Он взял двоих с собой на разведку. Диас попросил Макса заступиться за него, если ему прикажут взять девушку силой. Рядовые договорились поддержать друг друга. Макс подошел к пленнице, чтобы обработать рану на спине. Бедняжка смотрела на него, будто запуганная зверушка. Но потом поняла, что он ее не обидит. Сержант решил вправить Салаге мозги. Он извинился за то, что наехал, а затем напомнил, что они могут полагаться только друг на друга. Мезерв привел Макса к пленнице и связал ей руки. Салага будет насиловать ее вместе с остальными. Но парень развернулся и ушел. Сержант разозлился. Наверное, он все же голубой, а то все остальные согласны повеселиться. Сержант обратил внимание на то, что Макс смотрел на Диаса. Может, они заодно? Но Диас испугался и сказал, что он со всеми. Сержанты Капрал никак не могут понять. Макс все-таки педик или просто ссыкло. А может, он симпатизирует вьетконговцам? Тогда с ним может произойти какой-нибудь несчастный случай. Кому не наплевать на какого-то зеленого солдафона? Может, когда я закончу с ней, мне приняться из-за тебя? А потом отодрать тебя? Макс наставил на сержанта оружие, но тот и не подумал испугаться. Вот это называют оружием. Но это не так. Вот оружие! Сержант направился в хижину. Он будет первым в очереди. Когда Макс дернулся, Кларк приставил к его горлу нож и отправил рядового стоять в дозоре. Вторым сержант приказал идти Диасу. Издевательства продолжались всю ночь. Макс ни разу не повернулся в сторону хижины. Утром отряд добрался до реки. Там они обнаружили врага. Вьетконговцы точно что-то затевают. Макс и Хэтчер были отправлены к хижине принести боеприпасы. А Диас вызвал подкрепление. Кларк злится. Он хочет пострелять, а не стеречь пленницу. Капрал решил оставить вместо себя Макса и вместе с Хэтчером отправился к реке. Когда парень подошел, чтобы развязать измученную вьетнамку, она впала в истерику и стала сопротивляться. Извини, снова произнес вежливый американец. Девушка болеет, у нее сильный жар. Пленница с жадностью накинулась на крекеры. Насильникам и в голову не приходило покормить свою жертву. Когда сержант увидел рядом с собой Кларка, он уточнил, все ли у него в порядке с башкой. Как он мог оставить Макса одного с пленницей? Капралу пришлось бежать обратно. Макс действительно решил помочь девушке сбежать, но сам он пойти не может, иначе его признают дезертиром. Однако вьетнамка вцепилась в него, умоляя помочь ей добраться до родной деревни, и Макс согласился. Они вдвоем уже двигались в сторону джунглей, но тут их настиг Кларк и приказал рядовому отправляться к сержанту. Весь отряд сидит в засаде и ждет момента, чтобы напасть на вьетконговцев. Девушка постоянно кашляет. Кларк закрыл ей рот рукой и предложил сержанту прикончить ее, чтобы она не выдала их позицию. Мизерф приказал убить пленницу именно Максу. Тот заговорил о Брауне. Он бы никогда не стал участвовать в таком беспределе. Зарезать девушку вызвался Кларк, но сержант приказал это сделать рядовому хэтчеру. Тот тоже заортачился. Тогда Мизерф протянул нож Диасу. Макс просит его не делать этого, но тот покорно пополз к пленнице. В самый последний момент Макс выстрелил в воздух, чтобы не осталось повода убивать девушку. Началась перестрелка. Макс был оставлен прикрывать отряд. Остальные побежали по дороге. Защитить девушку было уже некому. И пока Макс смотрел в прицел своей винтовки, Кларк несколько раз ударил ее в живот своим огромным ножом. На подмогу американцам приплыл боевой катер. И сержант понял, что сейчас самое время отступить. Тяжело раненая вся в крови девушка встала на ноги и поплелась по дороге. Она уже не понимает, что происходит вокруг и просто идет куда-то вперед. Сержант удивился, увидев ее перед собой. Она уходит, крикнул Мизерф и ударил Макса прикладом в живот. Бедняжку расстреляли из четырех стволов и она упала с эстакады вниз. Как раз в этот момент прилетели боевые вертолеты и к чертям разнесли все вокруг. Взорвалась лодка вьетнамцев, из-за чего накрыла и боевой катер. Тела американцев плавали в воде неподалеку от трупа девушки, лежавшего на камнях у берега. Макс очнулся высоко в небе. Его эвакуировали на вертолете. В следующий раз он пришел в себя в госпитале от криков тяжело раненых солдат. На базе он первым делом нашел своего товарища Рована и рассказал, что они все-таки сделали это с бедной девушкой. Кларк тут же подбежал к Максу и перервал его. Что случилось на поле боя, то случилось. Запомни, это все знают. Парень переживает, что его теперь могут убрать как свидетеля, поэтому нужно как можно скорее сообщить о произошедшем лейтенанту Райли. Но в ответ на историю Макса он рассказал свою. Когда его жена рожала, ее не пускали в палату из-за неправильной расы. Женщина родила прямо в приемном отделении, а его кинули за решетку, потому что он разнес больницу и собирался убить врача. Его продержали в тюрьме именно столько, чтобы у него прочистилось в голове, и ему только хотелось вернуться к жене и ребенку. И тогда он задумался. Случилось то, что случилось, и ему незачем идти против системы. Лейтенант просто разобьет взвод и отправит их в пять разных мест. А Максу нужно расслабиться и забыть обо всем. Макс убеждает себя, что ничего поделать не мог. Не мог же он тогда пристрелить Кларка. Вокруг него и Рована бегает совершенно беспомощный рядовой Черри. Он потерял свой взвод и теперь не знает, куда ему приткнуться. Пацан явно оказался на войне случайно. Вдруг прогремел взрыв. Все упали. Кто-то наступил на мину. Этим везунчиком оказался именно рядовой Черри. Никто даже не удивился. Он был обречен с первых минут. Максу не нравится, что гибель парня это всего лишь повод для шуток. Близость смерти развязывает им всем руки, и они могут творить все, что вздумается. Макс решил нарушить субординацию и пришел к капитану Хиллу в обход лейтенанта. Но Райли ему уже все доложил. Капитан уточнил. Понимает ли рядовой, что своими действиями он может спровоцировать международный скандал? Бедной девочке все равно уже ничем не помочь. Если бы вы слышали ее крики, только не надо про крики, мальчик! Рядовой должен понимать, что суд очень снисходителен. Даже если их осудят, никого за решетку не кинут. После им захочется отомстить. А ведь у Макса есть жена и ребенок. Капитан окончательно скинул маску и заявил, что Мизерф ему вообще-то жизнь спас. С девкой он, конечно, погорячился, но он же еще ребенок. Сержанту всего 20 лет. Ты хочешь поломать ему жизнь? Он же спас твою! Вечером за Максом кто-то следил и собирался подкинуть ему гранату в туалет. Оказалось, что это был Капрал Кларк. Пьяный хэтчер его случайно сдал. Уронив зажигалку, Макс увидел на полу гранату и успел выпрыгнуть из помещения в самый последний момент. Отряхнувшись, он схватил лопату, зашел в барак и со всего размаху ударил Кларка по голове. А Мизерву сообщил, что всем плевать. Он рассказал всем, что произошло, но никому нет до этого дела, так что он может не стараться его убить. В баре к пьяному Максу подсел один незнакомец. Вероятно, у ряда Вова какие-то проблемы, если он держит пистолет прямо перед собой. Мужчина-священник и предложил Максу выговориться. Парень рассказал о том, что отряд совершил с бедной девушкой из деревни, а священник помог предать этот случай огласке. Вскоре тело девушки было найдено. Кларк со вмятиной на лбу от лопаты отрицает свою виновность. Такие, как он и Мизерв, должны быть на поле боя, а не здесь. Туповатый хэтчер решил, что Макс отказался участвовать в преступлении только потому, что он не такой опытный, как остальные бойцы. Диас признается, что сделал это, потому что боялся быть высмеянным. Мизерв же попытался оправдаться тем, что другим вьетнамцам он, между прочим, помогал. Одному ребенку он даже сделал искусственное дыхание. Рядовой Диас был приговорен к 8 годам каторги. Рядовой хэтчер приговорен к 15 годам каторги. Капрал Кларк приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Сержант Мизерв приговорен к 10 годам каторги. Когда преступники проходили рядом с Максом, он вспомнил слова капитана о мести и тогда очнулся в троллейбусе. Та девушка вышла, забыв свой платок. Макс вернул незнакомке забытую вещь и признался, что она ему кое-кого напомнила. Кого-то из страшного сна. И он надеется, что этот кошмар наконец закончился. Редактор субтитров А.Семкин